Я не хочу, друг мой, здесь ничего особенного сказать. Я бы хотел посвятить это видео тому, чтобы мы выдохнули. Вот выдохнуть или вздохнуть. А вырваться из этого ненормального потока, который, конечно, абсолютно закономерен, неизбежен и нужен, но каждый из нас должен в какой-то момент из него вырваться, спокойно посмотреть на свою жизнь со стороны, понять, что если ты выпадешь из этого потока на месяц, если ты этого еще не знал, ничего не изменится, ты ничего не упустишь, никаких своих возможностей, никаких чужих возможностей, нифига ты не упустишь, ты только приобретешь, ничего не изменится. Да, потому что я выпадал, я выпадал на год, на полгода я выпадал. Ничего не меняется. Бывает так, что действительно ты можешь опоздать, не успеть пообщаться с каким-то человеком. Не думай об этом. То есть необходим аристократизм мысли. Понимаешь? Именно аристократизм мысли. Что такое аристократ? Аристократ это та единственная возможность жить по-человечески, которую мы располагаем здесь, на нашей планете. Не обязательно это иметь слуг или слугу, не обязательно иметь замок, чтобы быть аристократом. Аристократом аристократ это человек, который может привести себя в порядок, привести свои мысли в порядок, свои дела в порядок, свои идеалы, быть верным своим идеалам. Это безусловно. Самое главное, что посмотреть, выскочить из этого потока и понять, что ты ничего не упускаешь. И спокойненько подумать над всем, приготовить себе вкусные макарошечки, включить хороший фильм. Да, пускай даже ты ни до чего, в конце концов, не додумаешься. Так, наверное, скорее всего и будет. Но я против этой оголтелости. Я считаю оголтелость абсолютно унизительна. И абсолютно никому не нужна, особенно в 21 веке. Чушь собачья. Ну, а я двигаюсь по значит, это новый московский диаметр. Я никак не могу запомнить, как он называется. Ну, короче, это такая дорога, которая проходит через центральную часть Москвы и несет тебя над пробками, как некое божество. То бишь, это такая правительственная трасса, которая доступна для всех. Да, к сожалению, не знаю я точно, не знаю. Понимаешь, вот я уже про это рассказывал, что у меня и к богатству, и к бедности у меня какое-то отношение какое-то идеалистическое и совершенно совершенно нереалистичное. Либо какое-то устаревшее, либо просто сказочное. Значит, образ богатого человека это для меня это Элвис. Элвис для меня вообще это бог. Да, в Соединенных Штатах так принято. Там есть, кстати, церковь им не высопресли, и это абсолютно нормально. И тут я считаю, что вряд ли когда-либо в нашей северной стране что-нибудь подобное будет. И очень плохо, потому что значит мракобесие это не может быть креугольным камнем, понимаешь, не может быть взято за основу. Если за основу взято мракобесие, все это уже это позор, скажем так. Поэтому только не мракобесие. Ну так вот, и идеал для меня, то есть богатый человек для меня это Элвис. То есть богатый это тот, кто может женщине, у которой не хватает деньги на машину, стоя инкогнито в автосалоне, сзади в очереди взять и как говорится, ей этот кредит погасить. Подарить там или просто отдать человеку все. Как это сделал, кстати говоря, Сергей Доренко. Вот понимаешь, есть определенный шаг, который говорит о человеке все. Человек может быть в счет он может ошибаться, любой человек не идеален, там где-то он что-то, конечно, может сделать не идеально. Но когда он, насколько мне известно, когда он ушел от жены, он ей просто оставил все. Вот он не был занят этим дележом, имуществом, или как вот сейчас происходит у прекрасной женщины. у нее, значит, с которой я общаюсь, у нее бывший муженек хочет после развода, значит, отнять последний кусок. это просто. Это низость, мерзость. Ну, то, что находится в большом почете вообще-то в нашем обществе, низость, мерзость, она в почете находится, к сожалению. Ну, вот он отдал все, понимаешь, и все. Просто отдал своей жене все, и он поступил правильно. Он поступил по-мужски. Он не стал ничего отделить, он просто все квартиры, дома, машины, счета, все отдал. И вот так должен поступать богатый человек. Вот это и есть богатый человек. Но в реальности богатый человек это совсем не то, уверяю вас. Далее. О бедных людях. У меня тоже превратное представление. Я считаю, что бедные, ой, ой, они так мучаются. Ой, мне надо сейчас броситься им всем помочь. Ой, начинаю я там ночью плохо спать из-за того, что вот там кто-то бедный. Ой, они, им гораздо лучше, чем мне. Им там внутри своей бедности вполне хорошо, лучше, чем мне, лучше, чем инопланетянину Семи, я тебе уверяю. Там все нормально. Понимаешь? Они нормально себя чувствуют в этих кредитах, ипотеках, со своей голой жопой, со своими быстрыми деньгами, со своими не обутыми, не одетыми детьми семеро по лавкам, в своих коммуналках. Они там прекрасно себя чувствуют. И еще подишь ты меня же самого и отправят гореть на костре. так что вот тоже приватное представление, понимаешь? Приватное представление, что кредиты и ипотеки это что-то, что на самом деле людей душит. Нет, на самом деле, друг мой, в самом уязвимом положении, я тебе скажу по секрету, находится инопланетянин Сема. Да, меня никто не просил быть инопланетянином, да, как говорится, если ты гнида такая, являешься инопланетянином, то сам это и расхлебывай. Да, соглашусь, соглашусь, но здесь много составляющих, и ты не сочти, конечно, за заносчивость, но глянь, я не знаю, без комментариев, я не знаю, как в этом можно жить, но ладно. Фу. Можно жить в этом, просто нужно это все бесплатно раздать людям, я вообще не понимаю, почему, так, я еще договорю мысли, значит, чтобы судить обо мне, тебе нужно посмотреть весь мой канал, прочитать мою книгу, послушать мою игру на скрипке, это сложный предмет, я являюсь сложным предметом, тебе так просто не удастся вынести суждение, можешь, конечно, это сделать, но лучше не надо, так, дальше у нас как, дальше у нас сюда, вот здесь я думаю, что я спокойненько смогу где-нибудь встать, потому что вот это вот оголтелое в Москве, что, о, как Антон Птушкин любит, смарт, это оголтелое в Москве, что, встал где-нибудь сразу штраф, везде в парковке, платные, вот, вот, опять же, а в чем, вот, какой плюс у Юрия Михайловича Лужкова, а вот плюс, что он был против платных парковок, вот он говорил, только через мой труп, платные парковки, понимаешь, вот, вот это хорошо говорит о столичном градоначальнике, это хорошо о нем говорит, потому что платные парковки, это плохо, это плохо, это когда люди мучают сами себя ради каких-то непонятных целей, вот здесь я тоже припаркуюсь, давай, короче, вот так, да, ну, в общем, так, ладно, сейчас будем смотреть, буду загружать видео,